Большое выступление на Круглом Толе. Хотел бы начать с своего скромного мнения, что считаю намного более полезным и продуктивным тему обсуждения обозначить не как общественный контроль, а как взаимодействие общества и системы здравоохранения в деле охраны здоровья граждан. Поверьте, контролирующих структур нам в этой жизни хватает. У нас в год в департаменте здравоохранения проходит более 50 проверок, крупных проверок. Тоже такая же ситуация абсолютно и в лечебных учреждениях нашей области. Ни одного дня практически не обходится без присутствия каких-то проверяющих и контролирующих структур. При этом я могу всех заверить, что наши специалисты, специалисты департамента, специалисты лечебных учреждений лучше всех проверяющих и контролирующих структур представляют себе проблемы здравоохранения. Но при этом мы считаем целесообразным сосредоточить свои усилия не на публикации этих проблем широко в средствах массовой информации, а на их решение. И тем более мы не собираемся устраивать плач Ярослава. Искренне считаю, что взаимодействие общества и исполнительной власти должно быть более тесным, но при этом не менее конструктивным. Более конструктивным. Первое, на что мне хотелось бы обратить нашу совместную работу. Это отношение общества к своему здоровью. Вы знаете, что система здравоохранения в своем максимуме влияет всего лишь на 20% здоровья населения. Все остальное это внешняя среда, а самый главный образ жизни. Вот здесь исполнительная власть, она практически бессиленна. Мы открываем центры здоровья, да, мы проводим диспансеризацию населения, выступаем антиалкогольными и антитабачными инициативами. Но помощь такого мощного органа, как общественная палата и других общественных организаций, мы бы хотели видеть более адекватной. Тем более первой задачей общественной палаты все же является привлечение граждан и общественных объединений к реализации задач социально-экономического развития Кировской области. При этом ограничиваться предложением правительства области разработать областную целевую программу по здоровому образу жизни или питанию точно неправильно и нужен гораздо более системный подход. А главное, взаимное участие всех сторон. Кстати, было достаточно удивительно, когда многие члены общественной палаты высказались против нашей инициативы подвести под запретительные алкогольные мероприятия закусочные. Я не знаю, либо они искренне считают, что от них есть польза для населения, либо в данном случае они руководят каким-то иными мотивами. Также мы видим общественную палату и как реального представителя всего общества помощником в привлечении людей к диспансеризации. Мы тратим неимоверные усилия, чтобы это сделать. И при этом мы получаем на выходе всего лишь 50% результата. Половина людей не хочет приходить к врачу. При этом могу сказать, что из абсолютно здоровых людей в ходе диспансеризации у 4% населения обнаруживаются реальные хронические заболевания, которые требуют немедленного лечения. Второе. Мы все очень озабочены проблемой взаимоотношений врач-пациент, пациент-ворач. В обществе на фоне критики здравоохранения прочно складывается отношение к медицине как в банальной сфере бытовых услуг. Как в парикмахерстве, торговле, общепиту и прочем. Главное требование. Врач должен принимать меня здесь и сейчас. Должен работать круглосуточно и бесплатно. Врач не имеет права ошибаться, нет права и на личную жизнь. Такого никогда ранее не было. И вина здесь, я считаю, обоюдная. И врачей, и пациентов, и самого общества. Глупо думать, что какие-то распоряжения департамента искоренят грубость и хамство пациентов к врачам и врачей к пациентам. Это проблема не только здравоохранения. Такие же упреки звучат и от пассажиров к водителям, от покупателей к продавцам и наоборот. Отвечая грубостью на грубость, мы точно не изменим ситуацию. Бессильны здесь и административные методы. И мы были бы премного благодарны общественной палате, если сможем наладить по данному управлению совместную работу и разрубить этот гордый узел. Третье. Я считаю, это самое сложное. Определенно, что здравоохранение не должно быть разменной монетой в различных политических играх. Моя четкая позиция, что здравоохранение вне политики. К сожалению, это не всегда так. Причем политики зачастую выдергивают факты из контекста, дабы усилить критику, и при этом забывают, что там предложили. От данной деструктивной позиции медицинская помощь точно лучше не станет. Поэтому чрезвычайно важно найти конструктивные моменты взаимодействия. Причем начать не в общем и целом, а на конкретных инициативах, реализация которых возможно в обозримой перспективе. Некоторые из них я готов предложить уже сегодня, но чуть позже. Вызывает озабоченность, что наша попытка привлечь общественность к реализации программы модернизации в 2011-2012 годах завершилась неудачей. Хоть общественные наблюдательные советы были созданы во всех муниципалитетах, но реальных их работах в деле осуществления контроля за ремонтными работами, за осуществлением и разработкой механизмов выплат, повышающих, стимулирующих для врачей, мы не увидели. Наоборот, многие наблюдательные советы усилили свою позицию, что за некачественные и несвоевременные ремонты ответственность внесет только исполнительная власть. Считаю, что позиция общественной палаты должна быть более взвешенной и ответственной, особенно за свои предложения. К примеру, постоянно звучит необходимость повышения зарплаты медикам в два раза. Тот же господин Рошаль срывает аплодисменты, когда говорит, что минимальная зарплата врачей должна быть 50 тысяч. Я очень за. Даже за 100 тысяч. Но годовой фонд оплаты труда в здравоохранении Кировского составляет 7 миллиардов рублей. Увеличение заработной платы потребует еще 7 миллиардов рублей. Где взять эти финансовые ресурсы? Если мы этого реально желаем, давайте выйдем с консолидированной позицией к федеральному правительству Государственной Думе Российской Федерации с предложением увеличить в два раза страховые взносы к работающим на здравоохранение. То есть до 10% от заработной платы. Ответьте мне, готовы ли к этому общество. Еще маленький пример. В ходе одного из обсуждений общественной палаты прозвучала критика низких тарифов в системе обязательного медицинского страхования для нашего плана на здравоохранение. Нашей областной больнице. Замечу, что эти тарифы полтора раза выше, чем тарифы для центральных областных больниц. То есть мы учитываем тяжесть пациентов, которые лечатся в областной больнице. Но, если мы совместно считаем, что тарифы должны быть еще выше, давайте выйдем с консолидированной еще раз позицией, уменьшить тарифы для районных больниц, увеличить ее для областной больницы. И все мы прекрасно понимаем, что объем денег в здравоохранении на год строго фиксирован. И мы можем только перераспределять их между больницами. Проблему дефицита врачебных кадров путем критики и констатации фактов мы точно не решим. И также мы прекрасно понимаем, что несмотря на принимаемые нами меры по привлечению по стимулирующим выпускным врачам, без изменения законодательства об образовании, эту проблему не решить никогда. Кстати, может быть, благодаря нашим предложениям, может быть, наши предложения просто оказались в копилке, это законодательство вскоре будет изменено. И последнее. Считаю, что манипулирование определенными цифрами с целью и без цели просто не допустить. Все помнят ситуацию, когда благодаря работе наших медиков в 2010 году в Киевской области, это единственный из субъектов Преволжского федерального округа, смертность снизилась. В 2009 году у нас умерло 23 176 человек, в 2010 году 22 514, то есть на 662 человека. В Российской Федерации, во всем Преволжском федеральном округе смертность выросла из-за аномальных погодных условий. Но проведенная перепись с 2010 года уменьшила население области, на которое мы рассчитываем относительный коэффициент смертности, на 50 000 человек. Это от них не означает, что в 2010 году умерло на 50 000 человек больше, чем мы обладаем сведением. Это тот неучтенный миграционный отток граждан, который сложился с переписи 2002 года. И, соответственно, относительный показатель был рассчитан на новое население за 2010 год, а за 2009 и предыдущие годы он остался рассчитан на старое население, более высокое. И несмотря на неоднократные разъяснения, в том числе и на заседаниях общественной палаты, до сих пор продолжаются обвинения в том, что мы врём, и реально смертность в 2010 году выросла. И в качестве обещанных предложений. Первое. Я считаю, что мы совместно, в первую очередь, должны отработать единые подходы к критериям оценки эффективности деятельности системы здравоохранения и каждой конкретной больницы. Опираться здесь только на жалобы и удовлетворенность пациентов в конкретные средства времени точно не очень корректно. Но игнорировать их тоже нельзя. Критерии должны быть максимально объективными, достаточно легко получаемыми и сравнимыми. Тогда у нас не будет никаких разногласий по оценке проводимых преобразований. И одним из результатов может стать объективный рейтинг лечебных учреждений нашей области, которым смогут руководствоваться и пациенты, которые будут осуществлять свой законный выбор в больнице, и организаторы здравоохранения для оценки деятельности руководителей больницы. Второе. Предлагаю в качестве пилота при двух-трех крупных лечебных учреждениях Кировской области создать общественный попечительский совет, в который бы вошли волонтеры, которые не являются ни госслужащими, не состоят ни в каких отношениях трудовых с данными учреждений. И тем более не имеют никакого отношения к здравоохранению, чтобы не возникало конфликта интересов. Задачей таких советов вижу общественный контроль над всем, что происходит в медучреждениях. В том числе за качеством лечения, за расходованием средств, за оказанием платных услуг. Мы готовы предоставить таким советам абсолютно все сведения, единственное то, что не является медицинской тайной. И далее, если данная работа покажет свой эффект, мы готовы распространять учительский совет и дальше по всей области. И в заключение я хочу сказать, что в области создана ассоциация медицинских и фармацевтических работников, которая будет стоять на защите интересов всех наших медиков. И я считаю очень важным, чтобы было организовано ее эффективное сотрудничество с общественной палатой и сотрудничество общественной палатой с ассоциацией. С учетом того, что руководители ассоциаций присутствуют сегодня на нашем круглом столе, я считаю, что это сотрудничество можно начинать уже сейчас. Спасибо за внимание. Уважаемый Ильич, мы идем дальше по выступлениям. И если по ходу дела возникает вопрос, давайте так и договоримся. Кто-то выступил, сразу возникает вопрос и двигаемся таким образом. Пожалуйста. Дмитрий Александрович, вы сейчас очень хорошо сказали по поводу взаимодействия власти и гражданского общества. И, собственно говоря, ломиться в открытую дверь не имеет смысла, потому что мы за такое взаимодействие, причем за конструктивное взаимодействие. Но скажите, пожалуйста, год назад было специально пленарное заседание, посвященное реформе здравоохранения, где общество в лице общественной палаты, где профессиональное медицинское сообщество высказывало очень такие конкретные критические замечания в плане реализации реформы здравоохранения. Судя по всему, это пленарное заседание прошло, и оно было проагнировано администрацией и правительством. И никаких выводов в этом плане не было. Дальше было проведено несколько общественных мероприятий, посвященных здравоохранению. Вот я на всех не был, но я был, допустим, на таком интересном мероприятии, как «Клятва Гиппократа». К сожалению, там не было ни одного сотрудника департамента здравоохранения, он был полностью проиграбированный. Поэтому, конечно же, взаимодействие нужно выстраивать. Но у меня такое ощущение складывается, что взаимодействие – это когда вы на говорите, а вы должны слушать и исполнять. А когда общество вам говорит, причем говорить очень нецеприятно и критически, вы можете это проигнорировать и никак не реагировать. Это не взаимодействие. Согласны? Уважаемый Леонид Жуарзович, первое, я как уже сказал в докладе, нам нужна не только критика, нам нужна отдельное конструктивное предложение. Говорить, что все плохо может каждый выразить. Но, коллеги, давайте вспомним общественное обсуждение нашего основного закона, который взаиментирует здравоохранение Северского. Закон об охране здоровья граждан. Коллеги, был один Николай Владимирович Семеновский. Никому это было неинтересно. Тогда мы действительно собирали конструктивные предложения. Хорошо, что потом мы мобилизовали усилия и все-таки три дельных предложения от общественной палаты получили. Наш главный принцип, критикуя, предлагая. Не просто отменить все и ничего не делать, потому что это не нравится кому-то. А конкретные дельные предложения, которые реально осуществили. Я только на этой позиции. Еще раз говорю, мы слышим всех и вся. О том, что плохо, каждый наш специалист знает и не понаслышит. В этой части у меня есть дополнение. Я самому начале сказал, что моего обыденного понимания, как простого человека, который является не врачом, а пациентом. Слава Богу, не так часто, но тем не менее, каждый из нас. Дело в том, что мне самому дискомфортно, когда мы организовываем это мероприятие, идет исключительно профессиональная перепалка друг с другом. То есть люди, которые администрируют медицину и люди, которые работают в этой сфере. Нам с вами писем своим желанием не вникнуть в эти проблемы, в этой тонкости. И мне бы действительно хотелось бы вывести этот контроль, будет взаимодействовать, каким образом, так как сказал Дмитрий Александрович, в любой форме. Чтобы мы говорили не от имени профессионального медицинского сообщества, во всяком случае не только и не столько, а от имени просто людей, которые являются пациентами, а не людьми, которые оказывают. Тут возникает очень много вопросов, связанных и конкретным интересом. Как профессионалы из медицины могут обвинять департамент здравоохранения в неверных шагах по реформе, так и в другую сторону могут и идут такие же разговоры относительно конфликта интересов, которые ущемляют интересы отдельно взятых врачей, которые ущемляются в своих правах и так далее. То есть, ну, мне бы действительно хотелось бы, я думаю, что и всем присутствующим, которые не являются из этой сферы, ведь мы же, нам же неинтересно слушать, как два юриста спорят о правовой коллизии чего-то. Потому что мы не понимаем, ну, если не являясь юристом. Также нам не хотелось бы слушать вот эту профессиональную перебранку, и при этом ясно, что... Ясно, что симпатии, понятно, на кое-что мне будет. То есть, я считаю, что это неверно. Поэтому вот я призываю, чтобы сегодня на нашем клубном столе больше выступали непрофессиональные врачи, и не только нисколько, но и просто люди, которые относят себя даже как я к пациенту. Значит, у нас такая напряженная ситуация, каким образом. Значит, у нас есть еще вопросы. Вот из свете высказанного, есть ли вопросы еще? Нет. Значит, Анатолий Викторович недавно был в Москве, значит, в общественной палате России, которая, в принципе, тоже...